Теперь перейдем к рассмотрению основных методов интегрирования. Их в основном будет у нас с вами три. Вот первый метод называется непосредственное интегрирование. Второй метод будет называться метод подстановки, ну или замены переменной. И третий метод будет называться интегрирование по частям. Ну вот перейдем сначала к рассмотрению первого метода, который называется непосредственное интегрирование. Обращаю ваше внимание, что непосредственное интегрирование состоит из трех шагов Первое, можно преобразовывать тождественно под интегральную функцию Значит, тождественное преобразование под интегральной функцией Второе, использование свойств неопределенного интеграла Вы помните, их там у нас четыре И все эти свойства надо знать для того, чтобы использовать И третье, использование таблицы основных интегралов Что естественно, то есть, как я и говорил, наша с вами задача будет состоять в том Чтобы свести вычисление предложенного интеграла к основным интегралам Ну вот теперь примеры Первый пример Вычислить интеграл от суммы x плюс косинус x Скобку закрыть dx Ну здесь написано, под интегральную функцию состоит и состоит из суммы двух функций x и косинуса x Интеграл от суммы равен сумме интегралов от соответствующих слагаемых Вот мы с вами использовали свойства неопределенного интеграла А теперь смотрим на первый интеграл Интеграл от x в степени, x в степени единица dx Ну будет равен по первой формуле таблицы основных интегралов Помните, n плюс 1 То есть в нашем случае будет x в квадрате деленное на n плюс 1 То есть на 2 Ну и плюс произвольное постоянное c1 А затем плюс интеграл от косинуса x до x Ну это табличный интеграл Интеграл от косинуса x равен просто синусу x Ну и плюс произвольное постоянное А так как у нас с вами здесь две произвольные постоянные То логично их объединить и написать только одну произвольную постоянную И окончательный результат получается x квадрат на 2 плюс синус x и плюс c Теперь рассмотрим следующие примеры Они тоже интегрируются с помощью непосредственного интегрирования Вот смотрите, второй пример Задан интеграл от дроби В числителе единица плюс 4 на x Е в степени x А в знаменателе x Ну сами понимаете, что в таблице такого интеграла нет Ну и значит мы сейчас с вами проведем тождественные преобразования под интегральной функцией Что мы сделаем? Мы поделим подчленно В числителе это у нас стоит сумма На знаменатель Значит будет единица деленная на x Вот видите, первая слагаемая А когда мы произведение вот это 4x на е в степени x поделим на x Эти x взаимно уничтожатся и останется 4 на е в степени x Теперь это интеграл от суммы А интеграл от суммы равен сумме интегралов При этом постоянный множитель у второго интеграла 4 Мы сразу вынесем за знак интеграла И оказалось, что это интеграл табличный И он равен логарифму модуля x Это тоже интеграл табличный от е в степени x Будет 4 е в степени x Ну и плюс c Где c произвольное, постоянное Вот видите, как просто Знать таблицу интегралов надо Раз Ну и уметь производить тождественные преобразования под интегральные функции Третий пример Интеграл, знаете, от тангенса квадрата x Значит, вспоминаем с вами, что тангенс x Есть синус x деленная на косинус x Но так как он в квадрате Получается синус в квадрате x на косинус в квадрате x А теперь вспоминаем формулы школы тригонометрической единицы Помните, синус в квадрате x Можно представить как единицу минус косинус в квадрате x Цель какая? Уйти от синуса косинусом Потому что в знаменателе стоит косинус в квадрате А теперь опять подчленное деление Единица деленная на косинус в квадрате x Вот это будет первый интеграл А второй интеграл Косинус в квадрате x на косинус в квадрате x Они взаимно сократятся и получится просто интеграл от dx Это интеграл табличный Это просто тангенс x Ну а интеграл от dx просто x Значит окончательный результат Тангенс x минус x плюс c Ну где c как всегда произвольное постоянное Здесь просто сейчас мы еще раз давайте продемонстрируем прием При помощи которого можно проверить Правильность полученного результата Я вам уже говорил, что если взять теперь производную От того результата, который вы получили То нужно, чтобы после вычисления этой производной Получилась подинтегральная функция Ну берем производную Тангенс x минус x плюс c Опять же производная от суммы трех слагаемых Ну производная от c 0 Производная от тангенса x Единица на косинус в квадрате Минус производная от x будет единица Теперь приводим к общему знаменателю В числителе будет единица минус косинус квадрат x Деленная на косинус квадрат x А это опять же единица минус косинус квадрат x Сменяем на синус квадрат x А теперь синус квадрат x на косинус квадрат x И есть тангенс квадрат x То есть подинтегральная функция Значит результат получен правильный Ну, теперь четвертый пример. Вычислить интеграл от дроби в числителе dx, а в знаменателе произведения х квадрат, умноженное на скобку, а в скобке единица плюс х квадрат. Для того, чтобы вычислить этот интеграл, применим вот какой искусственный прием. В числителе, тут у нас единица стоит, вот она. Мы прибавим и отнимем х квадрат. Видите, плюс х квадрат и минус х квадрат. А теперь сделаем следующее. Объединим единицу плюс х квадрат, это будет уменьшаемое, а х квадрат это вычитаемое. И поделим почленно единицу плюс х квадрат вот на это произведение. Тогда вот эти суммы сократятся, и останется единица на х квадрат. А затем мы обязаны написать минус, вот он, а дальше х квадрат, деленное на х квадрат, тоже взаимно уничтожатся, и остается единица плюс х квадрат. Ну, теперь интеграл от разности, интеграл от разности равен разности интегралов. При этом первый интеграл, мы здесь разумно нам написать, вместо единицы, деленной на х квадрат, х в минус второй степени. Для чего? Для того, чтобы было явно видно, что этот интеграл вычисляется с помощью первой формулы основных интегралов. В этом случае минус 2 равняется n. Ну, а интеграл от х в степени n равен дроби в числителе х в степени n плюс 1, то есть мы к минус 2 добавляем единицу, получаем минус 1, ну и делим на этот самый минус 1. А это интеграл табличный. Сразу видно, что арктангенс, поэтому здесь и пишем минус арктангенс х. Эту дробь можно было так оставить, иногда ее записывают вот в таком виде, минус единица на х. И окончательный результат получается минус единица на х, минус арктангенс х плюс с, где с произвольное постоянное. Теперь следующий, пятый пример. Вычислить интеграл от такой функции. Скобка, а в скобке единица плюс х квадрат, скобку закрыть в квадрате. Ну и опять для того, чтобы вычислить этот интеграл, мы сейчас произведем тождественное преобразование под интегральной функцией. Помните, это одна из трех рекомендаций. Ну, квадрат суммы равен квадрату первого слагаемого, единица, плюс удвоенное произведение первого на второе, и плюс квадрат второго слагаемого, х в четвертый. А теперь интеграл от суммы равен сумме интегралов. Интеграл от единицы, ну, это интеграл от dx просто. Здесь интеграл будет от 2х квадрат, но двойка постоянный множитель. Его можно вынести за знак интеграла. Остается единица от х квадрата dx. Ну, а здесь просто интеграл от х в четвертый остается как интеграл от третьего слагаемого. Ну, как вы видите, эти все три интеграла табличные. Интеграл от dx равен просто ху, интеграл от х в квадрат х куб на 3, а х в четвертой степени х в пятой делить на 5. То есть мы здесь используем все время первую формулу таблицы основных интегралов. Теперь сделаем два замечания к вопросу о применении метода непосредственного интегрирования. Первое замечание состоит в следующем. Если вам нужно вычислить интеграл от произведения косинус mx на синус nx или интеграл от косинус mx на косинус nx или синус mx на синус nx. Видите ли, здесь произведение косинуса на синус, здесь косинус на косинус, а здесь синус на синус. Где m большое и n большое, любые вещественные числа, все равно какие. Так вот, для вычисления таких интегралов разумно воспользоваться формулами, которые вы еще знаете из школы. Эти формулы из тригонометрии вам известны. Видите, вы это помните, когда приводили сумму там синусов или косинусов к виду удобного для логарифмирования. Вы старались, ну скажем, сумму там синусов преобразовать в произведение. У вас было, что сумма синусов равняется удвоенному произведению синуса полусуммы на косинус полуразности этих углов. А теперь мы эту же самую формулу, все их три, используем как раз наоборот. Вот, вот если у вас синус альфа, умноженный на косинус бета, где альфа и бета, любые числа, равен одной второй, синус альфа минус бета плюс синус альфа плюс бета. Видите, здесь произведение синуса на косинус представляется в виде суммы синуса и синуса. Ну, чтобы проверить истинность этой формулы, воспользуемся вот то, о чем я говорил. Рассмотрим вот эту сумму синусов и сложим ее. Получится удвоенное произведение, и двойки эти сократятся, синус полусуммы. Если мы альфа минус бета и сложим с альфа плюс бета, бета взаимно уничтожится, и будет два альфа. А нужно полусумма. Значит, синус альфа. Видите? Теперь на косинус полуразности. Если от альфа минус бета отнять, альфа минус бета, альфа взаимно уничтожится, и будет минус два бета. Косинус функция четная, косинус минус двух бета будет просто равен косинусу двух бета, а пополам это будет косинус бета. Точно так же проверяется истинность и следующих формул. Здесь у вас написана разность косинусов, здесь сумма косинусов. Значит, здесь я рекомендую вам запомнить, что если вам встретился интеграл, в котором под интегральную функцию вот произведение косинус на синус, все равно каких углов, косинус на косинус, или синус на синус, то разумно воспользоваться вот этими формулами. То есть произведение синуса на косинус, синус на синус и косинус на косинус привести, соответственно, в сумму, ну или разность синусов и косинусов. Вот сейчас на примере мы вам продемонстрируем применение этих форм. Теперь пример на применение указанного метода. Пусть требуется вычислить интеграл от произведения косинусов. Косинус 3х умножить на косинус 5х dx. Значит, мы вот что сделаем. Это произведение косинусов. Представляем как одну вторую. Косинус, соответственно, 2х, то есть косинус разности. Если от 3х отнять 5х, будет минус 2х. А косинус функции четная, значит, будет косинус 2х. А теперь косинус суммы. 3х плюс 5х будет 8х. Ну вот интеграл получился от произведения. Мы свели к сумме интегралов. Но, соответственно, уже, конечно, косинус 2х и косинус 8х. Но это нам не страшно. Потому что для того, чтобы взять эти интегралы, уже нужно сделать довольно несложную операцию. В первом интеграле давайте под интегральную функцию разделим на 2 и умножим на 2. То, что мы разделили, мы вот написали здесь 1, 2. А то, что умножили двойка, мы ее записали под знаком дифференциала. Напоминаю вам, что дифференциал обладает таким свойством. Под знак дифференциала можно вводить или выносить, как угодно, любой постоянный множитель. Вот мы сами эту двойку, которая стоит здесь, на которую умножили, мы завели под знак дифференциала. Я думаю, что вы уже догадались, почему мы работаем под аргумент косинуса. Раз тут стоит 2х, значит, нам нужно иметь под знаком дифференциала тоже 2х. Для того, чтобы воспользоваться свойством инвариантности формул интегрирования. Помните, четвертое свойство для неопределенного интеграла. Нужно, чтобы то, что стоит под знаком косинуса, стояло бы и под знаком дифференциала. Ровно тот же самый прием мы применим и ко второму интегралу. Здесь мы умножим на 8 и разделим на 8. Вот разделили на 8. А ту восьмерку, на которую умножили, опять же заводим под знак дифференциала. По той причине, чтобы под знаком дифференциала иметь то же самое, что стоит под косинусом. И опять же можно воспользоваться свойством инвариантности формул интеграла. Ну и вот тогда 1 вторая на 1 второе 1 четвертое. А интеграл, соответственно, от косинуса 2х на дифференциал 2х есть синус 2х. Ну здесь 1 вторая на 1 восьмой 1 шестнадцатая. Ну а интеграл от косинуса 8х от дифференциала тоже 8х. Есть синус 8х плюс произвольное постоянное С. Вот вам пример, который иллюстрирует возможность применения указанных трех формул. И еще второе замечание. Если у вас встретится необходимость вычисления интеграла синус квадрат mx dx или косинус квадрат mx dx, то разумно воспользоваться формулами для синуса и косинуса половинных углов. Помните из школьной тригонометрии синус квадрат альфа равен дроби в числителе единицы минус косинус двойного угла. Видите, значит тут альфа, а тут удвоенный угол, разделенный на 2. Ровно то же самое и для косинуса половинного угла. Альфа это половина от двух альфа. Ну, в школе могли написать вам и такое. Синус квадрат альфа пополам, а тогда уже здесь будет, соответственно, только альфа. Важно только то, что вот этот угол у синуса квадрата должен быть в два раза меньше, чем тот стоит, который под косинусом. Ну, а теперь пример, который иллюстрирует применение этого замечания. Ну, вот требуется вычислить интеграл от синус квадрат х пополам. А тогда в соответствии с первой формулой, в нашем случае теперь альфа это х пополам. И мы можем написать вместо синус квадрат х пополам, написать единица минус косинус х. Как видите, здесь угол у косинуса в два раза больше, чем у синуса. Здесь х пополам, а здесь х. Ну, а все остальные остаются, двойка в знаменателе остается. Ну, а теперь интеграл от такой дроби брать совсем просто, потому что одну вторую, которая здесь стоит, можно вынести за знак интеграла. А остается интеграл от единицы минус косинус х. Ну, интеграл от разности равен разности интегралов. Интеграл от единицы будет просто х, а интеграл от косинуса есть синус х. Итого окончательно получается одна вторая х минус одна вторая синус х плюс с, где с произвольное постоянное. Вот эти примеры иллюстрируют применение метода непосредственного интегрирования. Еще раз напоминаю, метод непосредственного интегрирования включает в себя прежде всего тождественное преобразование под интегральной функцией. Второе – использование свойств неопределенного интеграла. И третье – таблицу основных интегралов. Еще раз подчеркиваю, что эти 10 формул, которые содержатся в таблице основных интегралов, надо знать обязательно. Но вы увидите это и в дальнейшем. Продолжение следует...